Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе. Начинаем этот выпуск на прекраснейшем месте. Об этом месте вы можете посмотреть в предыдущем выпуске. Обязательно гляньте, тут вообще такая красота! Обязательно, короче, гляньте, ребята. Обязательно к посещению. Ссылка там будет на выпуск. Сегодня в выпуске мы отправляемся в новый город и будем смотреть окрестности. Называется он Кутаиси и все, что там связано в округе. Берем вас с собой, вы ставьте самые главные лайки, пишите комментарии и... Погнали, ребята! Давайте! Мы уезжаем из этого прекрасного места. Сегодня, кстати, на пляже-то народу немного пообедали. Фух, теперь двигаемся дальше. У нас сейчас решить нужно куча бытовых вопросов. Слить серую воду, залить новую. Помимо всего этого нужно, что, заправиться, снять деньги, найти питьевую воду, купить продуктов. Просто огонь! А еще мы вот простояли здесь, получается, два дня. Ну вот полностью на автономии. Но для того, чтобы не посадить аккумулятор полностью, я два раза машину заводил по утрам. Вот. В принципе, если ее заводишь, то, я думаю, так можно простоять достаточно долгое время. Ну, новый аккумулятор плюс станция. Так. Сейчас надо аккуратненько здесь с пригорочки спуститься. Здесь, в Уреке, короче, представляете, есть, как оказался, туалет. И есть даже вода. Я, по крайней мере, ее точно видел. А где она была? На заправке мы можем слить биуч. Там есть вот эти туалеты. А вот здесь вот еще недалеко вот стоит автодом, набирается воду. Я спалил, что, о, вода, думаю, вообще красота. Вот такой здесь установлен кран. Правда, очень слабый напор. Заправляется автодом наши соседи в своей парковочке. Вот, сейчас заправится, и будем заправлять мы свои баки. Ну и, конечно, Артемка, самый главный мой помощник в этом непростом деле. Ну и теперь еще один момент. Быстро сливаем туалет в туалет. Большое дело мы сделали. Можно дальше ехать. Единственное, прямо здесь, кстати, сразу же заедем на заправку. Два метра зальемся. Заправились на 17... На 50 лари. 17,5 литров вышло. Здесь стоит 2,87 дизель. Здесь же на этой парковке есть, точнее, на этой заправке есть еще и банкомат. Поэтому сразу пойдем на всякий случай снимем денежки, чтобы у нас были тоже наличные. И здесь же можно еще проплатить интернет. Пойду, наверное, сразу все сделаю, да? И попить, купить, вот. И как финишная прямая, купили много холодной воды. Сняли 100 лари. Итого у нас наличка теперь 120 лари есть. Вот. И отправляемся в путь. Единственное, что я не пополнил телефон. Там все на грузинском. Ничего, естественно, непонятно. Поэтому там, в городе, будем это делать. Сказали до свидания морюшку. И отправляемся уже в центральную Грузию, в горы. Будем немножко путешествовать там. Какая прекрасная дорога. Мы едем в природной арке. Ну, классно же. Осенью мы прокатились по горной части Дагестана. Мы отсняли несколько выпусков, которые очень крутые. Вы обязательно их посмотрите в плейлисте Дагестана. Мы посетили горную часть. И весь наш маршрут, весь наш опыт мы упаковали в наш авторский гайд. Который стоит всего лишь 490 рублей. Вы его приобретаете, изучаете, берете с собой. Там в гайде прям. Нажимаете на кнопочку. Весь маршрут, все локации прогружаются сразу же. Вам в навигатор вы начинаете просто ехать. Там есть советы, рекомендации, туристические и нетуристические места. Лайфхаки. Также там есть проверенные нами кафе и рестораны. Есть парковки, на которых вы сможете переночевать. А если вы также ванлафом, даже есть места, где можно помыться в горячем душе. В общем, ребятки, ссылка на наш гайд есть в описании к этому видеоролику. Пишите, приобретайте и путешествуйте. Кстати, телефон мы тоже оплатили. В далеких годах через аппараты пополнялись телефон. Сейчас все через приложение так легко делается. А у них вот по-прежнему на каждом углу эти аппараты. Ну, я так тому еще говорю то, что вот про отношения, да, к нам здесь. Здесь все открыты, спокойно, помогут, без проблем вообще. На телефон денег положили. С газом, когда случились непонятки, они там все дружно слетелись на этой заправке, начали мне чинить, помогать. Потом в магазин, когда зашел, там чувак собирал из двух плиток одну, так сказать. В итоге собрали одну новую. Тоже как бы все хорошо в общем. Самое главное, если ты не какашка, то все будет у тебя хорошо, где бы ты ни находился. Это сто процентов. Прикиньте, едем по Кутаиси, и вот в этом здании Зерат Банк. Прикиньте, как круто. Это значит, здесь можно и денежки без комиссии снять. Макдак. Мы поднимаемся на место ночевки. И у нас вот уже открывается такой видон на вот эту панораму и на мои шорты. В общем, храм-то классный, но надо гулять будет позже. Мы сюда припарковались, короче, здесь прям просто городская на самом деле парковка. Не совсем комфортно здесь будет ночевать, стоять. Плюс рейс-таки здесь собираются все потусить, и мы тут, короче, на ночлег. В общем, поедем дальше. Посмотрите, какое красивое здание. Как оно расписано таким прекрасным портретом женщины, которая делает хлеб. Едем мы на другую стоянку, в горы куда-то, под прекрасный закат горный. Вообще-вообще. В этих краях полноценных кемпингов нету. Есть несколько вариантов. Вот такой вот историк, куда мы сейчас, собственно, и хотим заехать. Не знаю, что по цене, по-моему, 30 лари ночевка, и еще 5 лари стирки, еще 5 лари электричества. Но нам постираться, конечно, нужно, да, там постельное белье и так далее. Просто гостевой дом, у них же здесь рейстик, и у них парковка, где можно припарковать автодома. Отзывы здесь очень хорошие. Вот у этого места вы почитали. Стоит один автодом, гелика на московских номерах, и будем, наверное, мы на ночевку. Здесь же можно будет сразу заправиться и двинуться в путь. Но куда, пока не знаем. Сейчас будем смотреть вечерний просмотр фильма будет у детей. Хотя, не знаю, будет ли Мироша топит вообще, уснул, пока мы ехали. Но здесь, по крайней мере, природа, горы, да, а не так, ты стоишь в городе на непонятной парковке. Вот сидим и завтракаем. Вчера, короче, раскладывались, когда уже все так быстро стемнело, уже даже, видите, ничего не снимали. Освещение ноль. Музыка вон там вот, с этой горы, с ресторана, играла так жестко, часов, наверное, до 11 точно. Потом до пол первой, до 12 здесь, короче, дети кричали на балконе, просто ужас. Но, слава богу, что мы можем уснуть в таких условиях, и как бы уснули. Выбрали это место. Вообще, выбора, на самом деле, это и нету здесь, где остановиться. Но выбрали это место, потому что у него отзывы были классные. По сути, мы приехали сюда и просто охренели, потому что, ну вот, я как и предполагал, что здесь просто парковка, просто парковка возле гостиницы, да, которая, вот она, виднеется. На этой траве можно разместиться автодомам, то есть хозяева разрешают. Но смысл этого всего, если у тебя цена 30 лари за сутки, плюс тебе нужно 5 заплатить за электричество, если нужно, 5 заплатить за душ за каждого человека, а душ здесь, поверьте, не самые классные. Вот так это выглядит. Так, все чистенько, все аккуратненько, и вот так вот душ. Потом 5 заплатить за стиралку, и у тебя нету абсолютно никаких подводок вообще к дому, никаких. То есть разницы между дикарями и вот так на парковке нету никакой. Да, мы сходили в душ, там, все дела, там, и так далее, то подобное, но за 40 лари это просто дохренарь. Но учитывая, что мы вчера снова совершили ошибку, очень поздно искали место, поэтому... Но ты так сплатишь, что ли, чтобы не стоять в городе? Ну, чтобы в городе не стоять, я поэтому и говорю. Ну, мешать не помню, чтобы тебе никакие, знаете, молодежь, там, вчера там приехали на одну парковку, там молодежь, сидели в его пиво, то есть ты понимаешь, что вечером там будет какой-то тусняк, дебош, неизвестно, что о тебе подумают, подойдут ли к тебе, не подойдут. То есть здесь ты платишь не, грубо говоря, только за безопасность. Короче, ты здесь платишь немножко за свою сохранность, но так вот. Но в целом, конечно, беда с кемпингами вообще. Я не понимаю, почему не развивают культуру, хотя люди едут, люди останавливаются, очень много европейцев везут сюда деньги. Почему так? Я не понимаю, почему так. А, кстати, здесь еще огромный плюс, сейчас, наверное, сходим мы после завтрака. Здесь вот прям возле так называемого кемпинга течет горная река, в которой можно купаться. Это, конечно, огромный плюс. Ну, а здесь собираются грузинские застолья. Блин, территория огонь. Здесь так можно все сладко сделать. Ну, надеюсь, когда-нибудь сделают. Горная река, как я уже сказал, это вообще просто какой-то колоссальный плюс. А где вы вышли? Я думал, это выход. Тут еще и какой-то мост через реку. Блин, не вообще здорово. Расположение просто мощное. Я говорю, такое место с изюминкой. Можно было бы сделать такой здесь шедевр. Тарзанка через реку. Интересно, она глубокая, не глубокая? Вообще все глубокая. Что, Мирося? Что, Мирося? Но вода как будто стоит здесь. Она стоит. Нет, она есть эта, но... Сейчас посмотрим. Вот там она маленькая меняет. Но, блин, она очень грязная. Но, конечно, да, здесь всякое это... Блин, короче, да, это не совсем тот горняк, который нам нужен. Короче, можно финалить по этому кемпингу и сказать следующее. А-ля кемпинг, я же сказал. Это парковка. Вот, парковка возле отеля. Но в любом случае, если вы хотите, как говорится, если вы сдаете за такие деньги, ну, как мне кажется, что можно было бы все включить и такой душ тоже включить. Не, пацаны, идите сюда. В эту стоимость. Ну, мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Но, как минимум, хоть что-то, хоть что-то в этих краях, где можно было спокойненько переночевать. Нашли мы место, где она чистая. Можно убиться маленькая. Сколько? Ил, ил, потому что... По крайней мере, можно лечь в горную реку. Вот так вот. Что, холодно? Не холодно ногам вроде я вот стою. О, славянчик. Ой, я поплыл. Поплыл. Вообще сносит она. Да, сносит. Да. Класс. Кайф, да. Все, можно полежать. Сносит вообще. Вот если я за камень держаться не буду. Унесет? Унесет она. Ну, смотри. Смотри, я отпускаюсь. Ой, поплыл, папа, поплыл. Папа кораблик. Не, она не холодная, кстати, а еще классная. Тоже хочешь полежать? Гидромассаж. Папа, стучи. Ал. Майсик. Не-не-не, в тапках. Руками, все, пускай. Лежи. Раз, два, три, окунайся. О, балдей. Гидромассаж. Видишь, уплываешь. Тапки, чтобы не уплыли. Родик, не торопись, пока папа Артем одержит. Надо подождать, иначе все подскользнуть он будет. Не, в лицо не надо. Мироша, здесь столько. Классно. Душ. Природный душ. Помоемся, как говорится. Я уплываю. Балдей. Родион уже дело по-умному. Он тапки натянул сзади, на пятку. Ой, итак, он лег. We always love you. Родик, пускаем тебя по течению. Мироша, не ходи, пожалуйста. Скользко. Ой, как она все свяжется, да, в гору? Обезьянка моя. Обезьянка моя. Ну что, можно в путь? Да, все. Под его замечательностям. Ну а теперь погнали гулять в город немножко. На этой реке четко работает правило 10 метров. Вот куда мы изначально пришли и видели, вода стоит. Чуть-чуть прям отходим. Вот там стоит. Тут уже красота. И все, и можно шикарно поплавать. Класс. Всех ополаскиваем своим душиком. У нас, на самом деле, здесь напор даже сильнее, чем в том душе. Да, да, да. Бак накрылся. Бак уже нагрелся. Мой ножки мой. Поэтому красота. Сейчас баки наполняем и в путь. Еще мы хотели же здесь постираться, но в итоге не стали это делать. У нас не так много грязного получилось. И комплект постельного белья у нас еще есть два комплекта чистых. Поэтому мы постелили свеженький. Единственное, что купальня там так быстренько на руках стиранули. И все. Сейчас оплатим 40 лари. Короче, я не знаю, что к чему, но вот мы едем, и деньги летят просто, я не знаю, каким-то бурным водопадом. То ли из-за курса, то ли еще на комиссиях, то ли реально все так подорожало конкретно. Хрен его знает. Но реально котлеты отлетают, просто трындец. Так, коровки, ну давайте. Ну же, отходите. Не-не, там машина вон едет. Нам зачем сигналить? Я, конечно, как водитель, очень не люблю передвигаться по таким улицам. Меня прям клинит. Здесь очень узко. Очень плохое дорожное покрытие. И я прям на нервиках сразу вообще начинаю париться. И вот, к слову, если вот у тебя автодом, а тем более есть и прицеп, то, короче, все как бы, ты особо и не поездишь здесь. Это нужно оставлять где-то тачку и двигаться на такси. Потому что вот сколько мы второй день катаемся здесь, это просто капец. Собственно, где мы вчера закончили нашу прогулку, точнее не получилось, да, погулять? Мы сюда и приехали. Это храм Баграта. Пойдемте смотреть. Такой дом рядышком вообще. Весь виноградом зарос. Это история. Вообще здесь, если остановиться, переночевать, достаточно замечательно. Ну так вечером, когда все рассосутся, например, потому что есть туалеты и есть вода. Я так понимаю, что это питьевая, а это вот можно просто набрать воду. Здесь, кстати, классная смотровая площадка под такой огромной сосной весь вид. Старинный колодец, который, конечно, сейчас не функционирует. Вон там на полянке крест. Ну и, конечно, какой вид открывается невероятный. Я, конечно, не совсем знаю, насколько здесь все первозданное, но, судя по плакатам истории, его, конечно, реставрировали, восстанавливали. Но в любом случае, огромная часть, она здесь еще с тех времен. Ну вот, типа, видите, вот этот белый камень, да, виднеется? Он явно не древний. Его туда воткнули. Ну, слушайте, очень, очень масштабно. Вот, собственно, видите, про что я говорил, вот привезли новый каменный крест Иисус. Вроде те времена, те времена, а потом бац, вот такую современную пристройку прям влепили сюда. Но не знаю для чего, конечно, и зачем. В чем был смысл? Так, мы решили зайти вовнутрь, посмотреть. Не шумите только. Давай, Мироша, пойдем. Посмотришь. Ага. 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 Субтитры подогнал «Симон» Мы в центре Гутаиси, идем гулять Здесь, короче, есть что посмотреть в центре Мы сейчас будем прогуливаться Сразу осторожно Ай, припарковались возле вот такой вот наичистейшей реки Там доски плывут И здесь сразу первая достопримечательность Это цепной мост Вот он Сейчас пойдем его смотреть Здесь вот эта вся грузинская архитектура Атмосферно очень И вот сейчас мы прям попадаем на цепной мост Вчера мы здесь ехали на машине Реально огромные-огромные цепи Вот так посмотрите Для наших дней он, вот как он был, он не дошел Здесь вот есть фотографии Висит, как он был И, конечно, он восстановленный Но сам... Ничего себе Сам формат, конечно, внушительный Также на этой речке стоит белый мост Красный мост Красный мост Он уже не красный мост Он весь пошоркался Сейчас здесь Если дойдем до туда То все покажу Ну, а речка, конечно, да Прикиньте, я просто иду И вижу, как женщина просто В речку швыряет мусор Еще и резко Мне прям напомнило момент А помнишь, как в Боржоми было? Да, 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 да Да, там мужик идет такой Он мастит целый пакет мусора То есть на упаковка от мороженого Прямо в речку Представляете, все это же в море идет Вы как так не любить вообще? Зачем так делать? Это так делать вообще ни в коем случае нельзя Даже дети наши, понимаешь? Да, мы же все это Да Здесь все, по сути, вот Здесь все есть в центре Все, что надо посмотреть Все здесь Кому нужен актуальный курс обменников Вот, пожалуйста Вообще здесь обменников на каждом углу Здесь даже есть терминалы Где можно спокойно поменять крипту Сейчас мы пришли вот на площадь Где установлен главный фонтан Это Калхидский фонтан называется И здесь же театр Каланада Это вход в парк, в котором мы сейчас шли Вообще, смотрите, как красиво Сейчас хочется, конечно, прям подойти К самому фонтану Пытаемся через дорогу Опа Перебежать и сразу попасть К фонтану Поближе Он прям в центре стоит Очень красивый Ой, очень шумный Ну пойдемте, пройдемся Класс Здесь же опять церковь Вот здесь, на этой площади В каком-то здании есть Зират Бан Где-то мы вчера его проезжали Я его показывал, да? Здорово Мы прошли, представляете, вот в этом вот туннеле Там вообще есть абсолютно все Я не знаю, от хлеба, мяса До какой-то техники различной Это называется зеленый рынок Здесь, в этом городе Кутаиси Вот так вот выглядит Вход потрясающий, да Можно спуститься вниз И здесь можно купить действительно Абсолютно все Все, что только пожелаете Все есть на этой точке Классно И это тоже в центре Мы дошли до той локации Про которую я чуть ранее говорил Смотрите Это и есть красный мост Ну видите, он просто вообще уже не красный Он просто не красит А здесь вот эти вот тросики натянуты Это есть канатная дорога 70-х годов Вот одну кабинку увидели Вон она Сейчас попробуем запечатлеть Но она обслуживается Все нормально Как бы на ней можно покататься Люди ее используют Чтобы переправиться С одного берега реки На другой Вот смотрю на эту архитектуру И думаю Блин, почему? Посмотри какой дом Настен Как они сейчас живут? Я вообще реально не понимаю Обалдеть А вот это какая-то гостишка Сделана уже плюс-минус так стильненько Не знаю Пока мы наслаждаемся этим дизайном интересных кабинок 70-х годов Здесь же открывается вид на Белый мост Ну Белый мост По крайней мере Хотя бы хоть чуточку Белый мост Эх Почему-то все не подкрашивает К сожалению Ну и конечно мы не могли не дойти до Белого моста По Белому мосту можно вот так вот прогуляться Он на самом деле Как оказалось пешеходный И между прочим Со стеклянным дном Сейчас не знаю Посмотрим Помытые они, не помытые Будет ли видно саму реку Не знаю Но вид отсюда очень классный Вот прям Прям прикольный Смотрите Вот она канатная дорога заходит Здесь вот нижняя станция Там где-то верхняя Эх Жалко Слушайте Что они не помытые И особо ничего не видно Но было бы очень прикольно Вот например Получит стекло Ааа У тебя как стрёмно Вообще Да? Блин Блин, как жалко Что они не отполированы Во Баум Ой, я хожу Во, лучше всех, кстати Видимо, заменили недавно Здесь еще и какие-то надписи Что-то написано На грузинском языке Во, их очень много Кто в курсе, что здесь за надписи Напишите, пожалуйста В комментариях Здесь мальчишка Скульптура Связанная Что-то с Пикасом Мы читали Но точно Да Да, вот так вот Под шапку ему, короче Надо вставать И делать Фотографии Вон Ну-ка, Тёмик Вот так вот Стой Мы решили прокатиться На канатной дороге Это и достопримечательность И просто средство передвижения Мы еще идем Такие Артемка говорит А что если она стоит Одну лари Я говорю Ну не может такого быть Одну лари Реально, прикиньте Приходим в кайсел Она говорит Одну лари стоит Детки до трех лет Бесплатно После трех лет Обычная цена Вот, собственно Пойдемте Попробуем Наша канатка Подъезжает Точнее, наша кабиночка Да А, тут всего-то Раз-два я общался Но тем не менее Интересно Нам дали Вот такие вот билетики Собственно Четыре билетика Одну лари Ааааа Наша корыто подано Корыто Корыто Так, люди Ой Ой Ничего себе Ой Аккуратно Артем Заходите Ой Ничего себе Вот это Она колбасится Так Угу loaded я тут года пацаны билета давайте все она конечно нормально так шатается 100 лет не катались на канатках да но это прям вообще она семидесятого года и как здорово эй биби привет да машинки едут прикольно посмотрели погуляли теперь сверху да но это как транспорт получает она же пустая ездит классно партнер давайте так финишный момент держитесь ролик очень спасибо и мы прям приехали в парк аттракционов в общем вот пожалуйста настенка я тебя привез париж на канатной дороге прям в париж кафелевой башни вот так вот вот как здесь свежо здорово ну так по простецки прям миниатюрно но в целом забавно есть получается все аттракционы по 2 лари какой-то паровозик по паровозик походу вообще не работает но но мирошка поскакал мироша ничего себе все мирошка и гогон ну вот и все спускаемся с красивым видом на весь город а вот это вот между прочим улица александра сергеевича пушкина вот так вот очень красивая все здесь реально красиво архитектура прям классно мы зашли в замечательное заведение которое называется тифлис по моему когда так в центре города конечно заказали на обед хинкали 20 штук и компота холодного объедимся и двинемся дальше на очень крутую достопримечательность конечно же хинкальки мы заказали еще заказали местный хлеб шоти называть держи все нам приятного аппетит сейчас компотчик все и поедем у нас как всегда остается что-то остается объелись как не знаю кто 40 лари вышло 4 лари и чаевых и того 44 все мы уезжаем из города кутаиси но едем недалеко ехать нам 65 километров до очень крутой достопримечательность не попсовой и конечно хочется ее посмотреть мы ее в миниатюре показывали как-то выпуске недавно так съехали мы с нормальной дороги не знаю туда ли мы поедем или не туда но если нам столько ехать 30 километров это конечно прикол ой не знаю куда мы едем как мы едем собственно дорога она такая продолжается гравийка хоть и накатанная вообще просто какой-то глуши двигаемся вот 10-15 километров не больше нам ехать до точки пишет 30 километров еще жизнь это да давненько так не ездили спустя сколько-то минут мы выскочили цивилизацию и на асфальт это очень хорошо это прям сразу радует красивая природа невысокие горы 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 дело такое вот такая делегация вот собралась грузин жестко подъезжая к этой красоте огромное количество парковок на которых можно встать вот видите вот так вот выглядит они да мы приехали вот на эту скалу обалдеть да мы добрались до этого монастыря который находится на вот такой вот одиночный просто скале говорить как это невероятно там есть лестница но в принципе все как в миниатюре было в парке вау я не знаю можно ли туда подниматься здесь так тихо так уютно на самом деле вот можно прямо на полянке будет за начинаю за ночевать единственное что мы не взяли ничего на завтрак и это конечно очень грустно кататься туда сюда тоже то есть и удовольствие на самом деле здесь можно прям прогуляться уже к подножии к этой горе прям такая горка 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 туда идет туда и уже ехать нельзя движение запрещено сходим часто пешком и полетаем на дроне я очень рад что мы сюда доехали осенью мы прокатились по горной части дагестана мы отсняли несколько выпусков которые очень крутые вы обязательных посмотрите в плейлисте дагестан мы посетили горную часть и весь наш маршрут весь наш опыт мы упаковали в наш авторский гайд который стоит всего лишь 490 рублей вы его приобретаете изучаете берете собой там в гайде прям нажимаете на кнопочку весь маршрут все локации прогружаются сразу же вам в навигатор вы начинаете просто ехать там есть советы рекомендации туристические нетуристические места лайфхаки также там есть проверенные нами кафе и рестораны есть парковки на которых вы сможете переночевать а если вы также вон лапом даже есть места где можно помыться в горячем душе в общем ребятки ссылка на наш гайд есть в описании к этому видеоролику пишите приобретайте и путешествуйте здесь получается на вот этой парковки есть даже туалет написано по грузински по английски и по-русски пожалуйста оплатите сумму положите бумаги в коробку я чищу туалет если можно положите деньги в синюю миску и туалет не вонючий не грязный прекрасно вот сейчас у нас проснется мирошка и мы пойдем уже непосредственно к подножью этой красоты слушайте вообще как я люблю такие места которые ты просто увидел когда-то в интернете и такой вау ничего себе типа я точно хочу здесь побывать и ты вот так вот бамс приехал и ты уже здесь класс это я понимаю мирошка проснулся и теперь мы можем начать восхождение уже к подножию этому монастырю называется он столб кацхи причем не не столбы а столб именно так давай настенка рассказывай пока мы поднимаемся что ты про него изучила то давно да там был храм монастырь потом это все заброси потом его заново открыли не то изначально то что просто кто-то увидел скалу что можно приблизиться к богу и никого не мог все так и раньше так считали легенда была легенда да что чем выше вот бог плодородия что там построили храм потом уже с годами разрушился исчез потом заново возвели просто смотреть как я хочу я лежа потому что он по территории мирошки походить мне так полегче вот мы и попали на территорию вообще уникального потрясающего места ой-ой-ой невероятно да здесь с этим чатомогилы 1903 а 1933-2014 год по себе да он короче кто видимо возродил да есть музей церковный магазин кстати написано по-грузински и по-русски на английском не написали так подъем запрещен выдела а я так хотел он там во внутрь и можно дальше откуда эти видимо да вот это место конечно 40 метров высота до до высота 40 метров я прочитал что никто не не мог взять эту высоту никакой ну никакие альпинисты в итоге один потом альпинист приехал и покорил и дальше уже собственно решили там вот построить монастырь который мы с вами видим с дрона и и и и и здесь музей церковная лавка так это видимо то что вот древние там были книги кресты посуда какую-то находили ножи и вот собственно это вот очень старые древние фотографии как он выглядел церквушка здесь можно купить свечи и собственно в церкви их поставить мы туда не пойдем потому что мы в шортах на этом прекрасном месте с этим потрясающим видом на этот стоп кацхи будем завершать данный видеоролик надеюсь он вам понравился не поставили лайкосик самом начале обязательно прямо сейчас ребята это сделайте ну а конечно кто будет в грузии это прямо обязательно к посещению мне кажется что такое должен увидеть каждый не только на картинках а вот так вот в живую правильно я говорю да 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 все ребятки мы здесь остаёмся ночевать следующий выпуск начнем с этого прекрасного места здесь сегодня проводим закат встретим завтра рассвет поужинаем позавтракаем и отправимся дальше путешествовать по грузии ну а вы как всегда с нами помните все важные и нужные ссылки есть там в описании обязательно переходите подписывайтесь на телеграм-канал в телеграм-канале вас ждет бесплатный pdf файл со всеми ссылками на сервисы на сайты которые упрощают путешествие пока я думал сейчас выключу камеру не получилось а просто хочу вам показать каким сегодня видом и будем спать потому что мы просто переехали и переехали переехали и переехали в лучшее место смотрите вот так вот забрались на пригорок мы здесь будем ночевать не одни здесь ребята стоят издание с прицепом еще такой прицеп мощный и смотрите ну вид конечно будет просто вообще отвал башки вот это да я сразу хочу сказать что вот это вот это самая лучшая наша ночевка ну в плане места как здесь будет ночевать пока не знаю да узнаем завтра так что ребята в следующем выпуске не пропустите с нами утро с этого прекрасное место ну невероятно вообще а и и и и и и а и и и и и и и Вот теперь точно пока.